МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Здесь нам надо было уже выдохнуть, отбежаться, пробежаться и действительно подготовиться, чтобы все были готовы к следующей игре. Российская премьер-лига. Оранжевые по-прежнему не знают равных. Это было тяжелое игре. Если вы играете против УГМК, то пристальное внимание надо обращать на каждую баскетболистку. У этой команды просто фантастический состав. Даже предельная концентрация в матчах с лисицами, как правило, не может стать залогом успеха. Здравствуйте, уважаемые любители женского баскетбола. В эфире очередной выпуск нашей программы. В рамках регулярного чемпионата премьер-лиги команда УГМК принимала на своей площадке Спарту Энд Кей из подмосковного города Видное. Дело тут понятное. Победу, ну или хотя бы упорнейшее сопротивление гостей, никто не ждал. Да и к тому же хозяйки достаточно основательно взялись за дело и не позволили видновчанкам вести себя вольготно в своих боевых порядках. Если что и получалось у Спарты, так это броски с дальней дистанции. А еще лисицам было необходимо встрепенуться после сложной выездной встречи в Праге. Эта игра была для нас как снова войти в ритм, снова войти в ритм победителей, снова почувствовать друг друга, уверенность там найти. И опять же сегодня, может быть, не все получилось в атаке, но что-то попробовать новенькое в защите. В принципе, чем мы и занимались. В третьем игровом отрезке УГМК совершило мощный рывок. 29-9 по сути. Игра была сделана. И то, о чем мы говорили в начале темы, ну иллюзии по поводу сенсаций, нашло свое подтверждение в результате. 87-48 в пользу оранжевых. В начале игры было нелегко набирать первые очки, но затем я увидел, что шаг за шагом команда восстанавливается, находит связи. Нам удалось настроить наше нападение и защиту. В общем и целом, мы довольны сегодняшней игрой и готовимся к следующей. Самым результативным игроком матча стала центровая УГМК Мария Вадеева. Она принесла команде 18 очков. В составе «Спарты» наиболее меткая Дарья Курильчук. 12 баллов. А вот так на сегодняшний день выглядит турнирная таблица регулярного чемпионата Премьер-лиги и команда Мигеля Мендеса по-прежнему вне конкуренции. Следующий поединок российского чемпионата УГМК проведет на выезде в воскресенье, 10 февраля. Уральская дружина сыграет со столичным МБА. 6 февраля. Баскетбольная среда на просторах Европы. Групповой раунд самого престижного клубного турнира Старого Света близится к завершению. А это значит, что матчи между соперниками становятся все более бескомпромиссными и зрелищными. Не стало исключением в этом плане и встреча между УГМК и французским буржем. Напомним, поединок в первом круге во Франции. Лисицы выиграли в овертайме 74-70. Поэтому оранжевые явно не рассчитывали справиться с гостями, образно выражаясь в один заход. Да и гости тоже наверняка понимали, что в Екатеринбурге будет очень жарко. Если вы играете против УГМК, то пристальное внимание надо обращать на каждую баскетболистку. У этой команды просто фантастический состав. Инициативой на протяжении всего матча владели игроки УГМК. И даже в тех эпизодах, когда бурж подбирался к лисицам очень близко, мало кто в зале сомневался в силе боевого духа и мастерства нашей оранжевой дружины. Когда ты выходишь на площадку против Екатеринбурга, то любая твоя оплошность, даже самая маленькая, может превратиться в пропущенные результативные броски. Концовочка противостояния оказалась достойной финала. Напряжение у всех, как у игроков, так и у болельщиков. УГМК впереди, но бурж отстает ненамного. Разница в счете колеблется от 4 до 6 очков. Только, видимо, чудеса случаются в других местах. 70-65 и уральская команда празднуют 15-ю победу из 20 проведенных матчей с буржем за 16-летнюю историю встреч. Была очень хорошая и интересная игра. Спасибо буржу, что показали защиту хорошую, что была упорная борьба. Но мы сильнее оказались, потому что мы хорошо играли внутри, хорошо двигали мяч, и поэтому мы выиграли. Самой результативной баскетболисткой матча стала защитник УГМК Кейла Макбрайт. 17 очков. У ее подруги по команде Бритни Грайнер дабл-дабл 16 плюс 12. А у буржа 16 баллов добрала Катрин Плуф. Прежде всего, поздравляю, бурж. Они отлично провели игру и контролировали ритм. А нам было немного некомфортно играть в темпе, когда каждая атака длится 24 секунды. Мы привыкли все делать быстрее, но сегодня, к сожалению, проиграли борьбу в ритме. Что ж, иногда случаются спады. Значит, будем восстанавливать нашу игру. И вот, что мы имеем на данный момент в турнирной таблице. За два тура до окончания группового этапа у ГМК по-прежнему единоличный лидер соревнований. Следующую встречу в рамках Евролигии команда Мигеля Мендеса снова проведет дома в среду. 13 февраля лисицы будут принимать итальянскую фамилу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова